Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю приготовить пышные оладьи на кефире. Эти оладьи получаются всегда, рецепт проверен временем. Они готовятся легко и быстро, их обожают и взрослые, и дети. Но есть пара секретов, чтобы они получались пышными и легкими как пух. В глубокую емкость вливаем 500 миллилитров кефира любой жирности. Кефир должен быть теплым или хотя бы комнатной температуры, не из холодильника. Добавляем в кефир одно яйцо комнатной температуры. Всыпаем полторы столовые ложки сахара, пакетик ванилина 1 грамм или ванильный сахар 10 граммов, половину чайной ложки соли и перемешиваем. Частями добавляем 450 граммов муки и тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться очень густым. Главный секрет пышных оладьев в том, что сода добавляется не в кефир, а в готовое тесто, непосредственно перед выпечкой оладьев. Половину чайной ложки соды смешиваем с одной чайной ложкой муки и добавляем в готовое тесто. Интенсивно перемешиваем и тесто готово. Теперь оставляем тесто в покое и больше не перемешиваем. Можно сразу выпекать оладушки. Аккуратно набираем столовую ложку теста и выкладываем его в хорошо разогретое растительное масло. Уменьшаем огонь и жарим оладьи на небольшом огне, чтобы они хорошо прожарились внутри. Обжариваем с двух сторон до румяного цвета. Можно накрыть крышкой, но не плотно, чтобы не образовывался конденсат, иначе масло будет сильно брызгать. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Получаются пышные и румяные оладьи. Это и вкусный завтрак на всю семью, и замечательное угощение к чаю для внезапных гостей, и традиционное блюдо в период празднования масленицы. Всем спасибо за просмотр! Обязательно подписывайтесь на мой канал, вас ждет много интересного! Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видеорецептов. Ну а на сегодня у меня все! Увидимся в следующих видео! Субтитры создавал DimaTorzok